Здравствуйте, товарищи! Рассмотрим с вами базовый принцип создания трехмерной модели программы в комплексе Focus 3D. Для примера возьмем домашнюю версию комплекса 3D, которая позволяет создавать чертежи и модели для личного использования, для коммерческих целей. Естественно, в комплексе есть коммерческая версия, которая позволяет создавать чертежи и модели для обучения прибыли. И существует абсолютно бесплатная учебная версия для студенческих комплексов. Компас 3D это методический комплекс геометрического моделирования, построенный по принципам моделирования приметрищества. И для таких комплексов характерно функциональное разделение типа документов. Вот в комплексе есть документы для двухмерного черчения, то есть чертеж и фрагмент. Чертеж имеет оформление, то есть кодеку умолчания. Фрагмент это просто бесконечная плоскость, бесконечная координатная поля плоскости. Для трехмерного моделирования существуют типы документов. Детали сборки. Как следует из названия, деталь это тип документа, который позволяет создать одиночную деталь. И если нужно из нескольких одиночных деталей создать сборку, нужно воспользоваться документом типа сборки. Посмотрим использование документов типа деталь. Итак, этот тип документов позволяет создавать трехмерные детали, образы трехмерной детали. Посмотрим, что есть в документе. Есть рабочее поле. А в самой модели у нас уже сразу то, что есть, есть система координат. Вот. То, что есть в модели, также отображается, кроме одного черполя, визуальные компоненты, в котором отображаются. Отображается в гель. В модели. Давайте посмотрим, что есть. Итак, есть сначала координат. Ну, собственно, система координат. Три стандартных координат X, Y, Z, и три поправленные перпендикулярные плоскости, построенные на этих координатах. Плоскости X, Y, плоскости Z, X и плоскости Z, Y. Можно правой кнопкой мыши покрутить, изменить ориентацию вида на модель. Ну, пока непосредственно геометрических объектов в модели нет. Как создать трехмерный объект? В таких вот параметрических комплексах, как правило, трехмерный образ, трехмерный объект создается путем модификации какого-то полоского контура. Ну, модификации может быть разных типов. Можно выдавливать, вращать, выдавливать по направляющей, то есть по траектории делать элемент. Ну, или по сечениям приближать элемент. Вот, давайте с вами создадим что-то совсем простейшего. Итак, для того, чтобы создать трехмерный образ, нам нужен плоский комплекс. В большинстве подобных комплексов, комплексов тут не исключение, есть определенные правила создания плоских комплексов и определенные требования. Во-первых, плоский комплекс должен находиться на плоскости, либо на стандартной плоскости, которая дается в начале модели, либо может создать каким-то способом производные плоскости, либо использовать в качестве плоскости плоскость грань для существующего объекта. Но у нас пока такой нет. Поэтому вот сдадим контур на какую-либо плоскость, например, плоскость XY, можно выбрать ее в рабочем поле, либо в гелье, это будет абсолютно пиволит. Еще одно требование к контуру для создания трехмерных моделей, это то требование, что контур должен находиться в специальном контейне. В данном случае эта контейна называется эскиз. В большинстве подобных комплексов он также называется эскиз. Итак, принцип какой? Выбираем плоскость, создаем на ней эскиз. Создать эскиз. По умолчанию проекция вида поворачивается так, чтобы плоскость эскиза находилась в плоскости экрана. Ну, дело на любителя. Мне это совершенно не нравится, поскольку начинает быть непонятно, как в пространстве будет сориентирован эскиз, поэтому я обычно отключаю. Ну, опять же, на любителя. Кто хочет отключить, давайте погадать мой эскиз. Это делается настройка. Параметры. Система. Редактор моделей. Изменение ориентации. При редактировании эскизы снимаем галочку. Окей. Теперь, если выберем плоскость, нажмем эскиз, то в проекции останется экранная та же самая. И вот на плоскости появится плоская система ордена. В принципе, с моей точки зрения удобно. Но дело на любителя. Давайте сделаем самый простейший контур, например, прямоугольник. Вот такой, пока произвольный. Итак, еще одно требование к контуру. Для того, чтобы контур мог быть использован для создания крупной модели, нужно, чтобы контур был замкнут. И он должен быть создан с помощью линии стилем основной. Стиль линии основная должен быть. Все остальные типы линий могут быть использованы как вспомогательные, но за исключением осевого. Осевая линия при построении трехмерного объекта вращением учитывается, как вращение. Итак, у нас есть контур стилем основная. И диагонали, а не стилем фонка. Поэтому не будет учитываться при построении трехмерной модели. Это то, что она вынуждена, у нас есть замкнутый контур. Обжимаем эскиз. Кнопочку можно здесь отжать, можно здесь отжать. Эквивалентно абсолютно. Итак, в модели появился у нас эскиз. Вот он, появился новый объект. Его создали только что. И можно на основе него сделать трехмерную модель. Самый простейший способ этого выдавливания. Нажимаем элемент выдавливания. Выбираем расстояние. 50. Ну, очевидно, что если мы выдавливаем прямоугольник, то получаем прямоугольный подлепитель. Таким вот простейшим способом уже создали основу трехмерной модели. Теперь встает вопрос, как делать модель по размерам. Вот во всех комплексах параметрического моделирования размеры накладываются с помощью внешних параметров. Неправильно. Речь свойства на пример линии, ставить ей длину. Снужно использовать внешние параметры для указания размеров элементов. Внешние параметры как в эскизах, так и в самих элемент построения. Например, в элементах выдавливания, ну, тут параметр уже сразу внешний получается. Все, что вы сделали до этого, можно спокойно менять. Ну, опять же, по-моему, если вы поменяете так, что будет противоречить другим строениям, то у вас система выдаст ошибку, и геометрический образ не будет сложен. Давайте попробуем размерить эскиз. Вот тот контур, который был в эскизе, задать ему какие-то размеры. Итак, правой кнопкой мышки по эскизу можно нажать в дереве «Редактировать». Посмотрите, что получается. Следующий элемент выдавливания, он исчез. Здесь использован, здесь остался, в принципе, замороженным. Но мы редактируем основной элемент предыдущий, поэтому последующий элемент у нас выключается. И попробуем поставить внешние атрибуты. Это делается с помощью размеров. С помощью инструментов размеров. И если при двухмерном чертении, как правило, размер используется именно для образмеривания, то здесь размеры управляющие. По умолчанию включим вот этот вот элемент параметрический. И все элементы, размеры, они воспринимаются как параметры размера и являются управляющими, если они не противоречиваются друг другу. Ну, давайте в эту сторону поставим. Видите, это у нас 49. Ну, не хочу 49, хочу на хорошей весе. Видите, изменился размер таким образом, чтобы соответствовать установленному. Так, ну здесь 48, 50. Итак, теперь прямоугольник стал у нас 50 на 60. Это точные размеры. И если мы выйдем из эскиза, то треугольный паралетипик также будет иметь основание 50 на 60. А высота его будет, посмотрим, 50. Можно поставить, если хотите, 70. Обе други, остальные други. Изменится в соответствии с наложенным на него параметром. Кроме параметров размеров, существуют еще параметры раскладывания. Вот давайте их используем. Почему? Потому что, если мы делаем симметричные, то давайте она уже все-таки будет симметричная. Вот, то лучше использовать симметрию относительно самой системы координат. Потом будет проще строить. Можно будет использовать элементы отравления. Разные элементы массива. Вот все будет автоматически симметрично. Поэтому давайте установим основной эскиз наш. Контур в самом эскизе. Симметрично основной системе координат. Обратите внимание, что внутренней системой координат каждого эскиза на каждой плоскости является проекцией глобальной системы трехмерной системы координат на эту плоскость. Поэтому, если вы устанавливаете сразу симметрию в основном эскизе, остальные эскизы делаются симметричными, то у вас сразу получается симметричная деталь. Это очень удобно. Для того, чтобы поставить симметрию, делать симметричный наш прямоугольник относительно эскизе координат, эскизе координат, нам нужны какие-то базовые объекты, проходящие через оси координат. Воспользуемся объектом вспомогательная прямая, она бесконечная. Обязательно привязываемся к началу координат. Нажимаем шить, чтобы было ровно. Раз. Опять же, к началу координат. Два. Да, обратите внимание, что вот такие вот, знаете, точечки и черточки, то есть все не просто так, это обозначение уже на автоматически наложенных параметрах. То есть вот этот вот параметр, эти черточки обозначают горизонтальность и вертикальность. В данном случае под горизонтальностью понимается параллельность оси Х с вертикальностью. Понимается, очевидно, параллельность оси Y. А вот эти точки, это тоже не просто так, показывает, что здесь у нас точки должны совпадать. Значит, отрезают прямоугольник, и вы не сможете мышкой разорвать прямоугольник. он может двигаться, но не разорвется. А наша задача сейчас расположить треугольник, симметрично вот этим вспомогательным прямым. Давайте попробуем. Здесь вот ограничения. Смотрите, основная панель с функцией параллелизации. И вот тут есть объединить точки. И если зажать левой кнопкой мыши и поднимать вниз, не отжимая, есть дополнительные опции, нам нужна симметрия двух точек. Читаем подсказку. Управить отрезок о симметрии. В данном случае будет прямая. Вот. И две точки, которые должны стать симметричными. Это и эта. Вот, посмотрите, у нас прямоугольник стал так, чтобы соответствует вот этому условию симметрии. Ну, осталось сделать симметричную другую сторону. Выбираем вот эту вот вспомогательную прямую. Раз, два. Вот. И теперь прямоугольник у нас симметричный. И, соответственно, прямоугольник подлепиток симметрично относительно вот этих плоскостей. Ну, лежит на основании вот этих. На основании является плоскость и кс-эгер. Давайте с вами сделаем что-либо осмысленное. Преобразуем эту деталь в более осмысленную. Пускай это будет у нас опора для вала. Обязательно сохраните. Компас достаточно сложная программа. и бывает вылетает. Как и все остальные программы. Вот. Поэтому сохраните. Это будет опора. Будет такая простенькая опора. Это будет само основанием. Преобразованный политик он сейчас станет поредактировать существенно ниже. Был 70 станет 10. Такая вот леда. Здесь будет такая вот некоторая нога и ловушка подвал. Давайте с вами сделаем еще один объект. для разнообразия сделаем его по течению. Расположим один из списков вот здесь на этой яркой грани. Тоже делаем симметричным прямоугольником. сразу перейдем в симметрию. Так. Сразу прямоугольник. Пока любой. Берем делаем его симметрично. Симметрия двух точек. Раз два. И относительно вот этой прямой. раз-два. Берем ставим размеры. Размеры придумываем. Это просто пример. 50. А здесь 17 ну как будет 15. Это будет вот такой. И сделаем еще одну плоскость сверху. Сделаем еще на ней напротив эскиз и потом совместим их с помощью операции посещения. Как сделать смещенную плоскость? Для этого нам добавим эту плоскость. Сюда вот это плоская грань. Берем инструмент смещенную плоскость. Расстояние миллиметр конечно мало. 50 придумаем. 50 линь. Как будет 40. Вот так легко изменять. Надо инфибридарь разрабатывать. И выбираем в качестве основания новой эскизы вот эту плоскость. Ну система хочет сделать еще одну плоскость. Можно нажать стоп в команде. Выбираем плоскость. Создаем эскиз. Обратите внимание в системе координат находится в проекционной связи с основной. Очень удобно. Все симметричное остается симметричным. Так выбираем. Выбираем прямоугольник. Любой пока. Так сейчас сделаем его тоже симметричным. Да. Раз два. И размеры придумываем. Так здесь у нас было 15 да поэтому поставим пускай будет тоже 15 а здесь будет поменьше. Там по-моему было 50 здесь будет пускай вот такой. Итак у нас есть два эскиза один другим а вот они и теперь построим объект по течению. Вот это эскиз и эскиз деревья можно убирать. Выбираем элемент по течению. Раз один эскиз и второй эскиз тоже убираем. Вот. Вот получилась вот такая вот лапа. наверное она получилась слишком широкой сверху. Вот поэтому сейчас сделаем ее поменьше. Поправим вот этот эскиз. было здесь 40 а там 30 вот так. Так ну и сделаем здесь еще лавышку основанием под крепление вала на оскоржении. И так посмотрим как бы расположить эскиз получше. Посмотрим у нас есть вот эта плоскость она на самом деле бесконечная. Вот можно сделать на этой плоскости вполне себе круглый контур в виде круга и вытянуть. Ну давайте сделаем чуть-чуть по-другому чтобы посмотреть операцию вращения. давайте выделим вот эту плоскость она тоже идет можно ее смотреть и сделаем сделаем либо на этой плоскости либо на этой но это на этой выбрали плоскость создали эскиз вот система координат вот сразу проведем вертикальное и медленное ориентира так нам потребуется еще вот здесь вот такая вот линия ее можно получить проекции ребра на плоскости снизу выбираем спроекцировать объект берем это ребро получаем проекцию правда проекция у нас получилась основной нам она нужна лишь для ориентировки поэтому строим вспомогательное и по ней построим вспомогательное прямое и так построим прямоугольник который будет у нас прямоугольник который станет у нас основой контуровращения опять же делаем его симметричным симметрия двух точек так здесь у нас было 30 поэтому высота их будет 15 чтобы он соответствовал вот этому расстоянию 20 ширину придумаем 31 вот как будет 25 вот так и проведем отрезок стилем посыпаем вниз по низу это будет на сокращение то есть наш вот контуру будет вращаться окончательно вот этого отрезка попробуем берем этот эскиз выделяем элемент вращения вот так насколько на 360 градусов так почему не симметричный давайте разбираться возможно почему-то не симметричным оказался вот этот вот прямоугольник на котором построили опору посещения сейчас мы его посмотрим редактировать все что вы сделали можно изменять и давайте посмотрим так действительно произошло вот что невнимательно видимо поставил вот эту вот ось в багаж напрямую значит и не закрепил ее и это тоже кстати на начале кардина не привязалось поэтому произошло смещение проще сейчас удалить вот эти вот вспомогательные прямые и аккуратненько поставить новые обязательность привязки начала кардина берем симметрия двух точек раз два не привязалось это бывает берем тогда тогда жестко берем отрезок фирм вспомогательные и прям вот так вот привязалось к точке смотрим симметрия двух точек раз два встала и вот это раз два все теперь у нас все симметрично ну и здесь вот основание подвал тоже симметрично так ну создадим отверстие сквозное как просто под элемент скольжения по какой-то сложной подшипной качении естественно моделировать сейчас не будем берем вот эту плоскую грань создаем эскиз значит у нас получается опять же симметрия вот нам нам нужно поймать центр вот этой окружности берем строим окружность и привязываемся к центру существующей окружности если нельзя можем выбрать привязку правой кнопкой мыши сейчас привязка центра выбираем окружность вот это вот ребро которое находится в полоске скидна поэтому к ним можно привязаться так у нас прошлый объект делали стилем полагательное поэтому новый тоже стал стилем полагательное давайте изменим его на основную диаметр диаметр и скользоваться и теперь делаем отверстие это команда вырезать выдавливанием она абсолютно аналогична элементу выдавливания только у нас получается вырез вычитание объема объекта вырезать выдавливанием вырезать можно на расстоянии а можно сделать через все через всю деталь что вам сейчас подойдет будет вырез вот он такой вот такая вот опора получилась опора и мы ее используем для создания сборки она конечно проченая здесь нужно еще отверстие сделать для крепления можно там снять паски на граних давайте паски снимем посмотреть как это делается скругление паска длина 5 давайте эту пасочку выберем снимем ну это уже тема следующих видео и так вот такая вот опора ее используем для создания сборки давайте сделаем ответный вал вот он должен у нас быть совместим вот с этой опорой здесь у нас диаметр может смотреть информация в объекте диаметр 20 здесь меньше 30 давайте быстренько сделаем вал путем вытягивания окружности новая деталь просто совместимый вал так уберем сохранить сразу в эту папку вал здесь сделаем очень просто окружность так опять у нас помогает элемент давайте удалим чтобы стиль объекта был основной с предыдущего объекта стиль ставлю диаметр опять же внешний параметр диаметр будет 50 так вытяну его на на 50 так здесь построю еще эскиз диаметром как раз 20 давайте сначала диаметр будет 40 пускай еще некоторые диаметр 40 на небольшое расстояние объекта 20 будет у нас насколько кстати я уже не помню сколько здесь было поэтому воспользуюсь инструментом в расстоянии угол к примеру расстоянии между этими ребрами 25 25 и диаметр воспользуюсь инструментом информации об объекте 20 так беру строю окружность диаметром 20 накладываю внешний параметр чтобы потом было менять легко и вытягиваю на 25 вот такая вот получилась вот теперь сделаем вторую часть просто симметрик делаем симметричную часть воспользуемся панельки массив копирования нам нужен зеркальный массив объекты я выберу все объекты и хочу скопировать их зеркалить относительно вот этой плоскости вот так вот раз и получился вот такой вот симметричный очень неудобно теперь если вы меняете какие-то объекты на основной части то зеркальная часть естественно автоматически преобразуется так вот соответственно изменим модель вот давайте создадим сборку создать сборка и так у нас будет ну давайте назовем так сборка ну на опорах на опорах выразим тип документа сборка а3d другой тип документа и в нем есть в принципе все то же самое что в деталях вот вот есть система координат точно такая же тут даже можно создавать свои трехмерные объекты заново но вообще говоря сборка для этого не предназначена она предназначена для совмещения уже существующих деталей в первую очередь чем мы с вами и займемся ставим сначала опору добавить компонент из файла те файлы которые открыты в системе они экологически здесь посвечиваются берем ставим опору вот нам понадобится две опоры поэтому вставляем вторую вот пока произвольно и куда-нибудь заодно вставляем вал ой не вставился еще раз опору галочку забыл нажать вот раз и добавляем еще вал в принципе не обязательно все детали вставлять одновременно можно постепенно их добавлять в данном случае всего три поэтому ставим сразу как теперь разместить правильно детали так чтобы они стали в сборку и так чтобы все было как надо симметрично вот за размещение детали в сборке отвечают специальные параметры которые называются сопряжениями вот типовые сопряжения совпадения соосность параллельность паникулярность на расстоянии ну и так далее уверяю вас что чаще всего вы будете использовать сопряжение типа совпадения совпадения можно ставить на любые два элемента которые совместимы ну например я смотрите компоненты вставились две детали таких и одна деталь такая обратите внимание что у нас первая деталь по умолчанию она зафиксированная можно ее расфиксировать снять фиксацию вот ну как правило все остальные детали ориентируются по первой детали давайте с вами попробуем итак первую деталь будем считать зафиксированной вот эту вот и все остальное соберем относительно нее хотя можно было бы конечно и как-то сориентировать и получше относительно начала итак сопряжение сделаем так чтобы вал встал вот сюда вот в отверстие опора попробуем итак совпадение выбираем выбираем вот этот вот внешний цилиндр вала и внутренний цилиндр опор вот они одинаковый диаметр они могут совпадать и действительно у нас вал поскольку свободная деталь переместился таким образом чтобы удовлетворять этому сопряжению обратите внимание что совпадение это совпадение цилиндров теперь вот если воспользоваться специальным инструментом перемещения переместить компонент вот это вторая опора абсолютно свободна на нее не наложены никакие сопряжения она может перемещаться как угодно а вот вал уже нет вал будет перемещаться только так чтобы не нарушать наложенные сопряжения вот так вот интерференция объектов не проверяется раз воспользуемся еще одним совпадением и поставим вал на место раз все теперь у вала в принципе есть только цепень свободы вращения это может вращаться посмотрите вот если хотите его зафиксировать для каких-то целей значит то можно наложить какое-то сопряжение например на внутреннюю плоскость этого вала и на плоскую грань например основания ну вал фиксировать большого смысла нету поскольку он везде одинаковый вот и при проекционном чертении стану будет один и тот же геометрический образ но если у вас деталь должна быть расположена каким-то определенным образом соответственно накладывайте в нее сопряжение так чтобы она стояла так как нужно вам теперь попробуем вторую опору сюда вот переместить выбираем совпадение сюда раз совпадение сюда так посмотрим что у нас еще может крутиться переместить компонент ну вал может крутиться но еще опора вот так может крутиться она пока свободна вот и чтобы опоры были параллельны друг с другом поставим совпадение плоскостей основания совпадение чтобы это совпадалось все теперь у нас вал имеет только сети свободы на вращение которые можно убрать если очень нужно вот ну а в целом детали уже полностью сборка полностью определена ну не полностью поскольку есть одна степень свободы вращения вала здесь она по логике вещей нужна вообще полностью определенная сборка это сборка в которой компоненты не имеют степени свободы относительно фиксированного перемена так ну и посмотрим посмотрим с вами создание проекционного вида на плоском чертеже как создать чертеж по трехмерной модели во-первых можно сразу одной кнопкой создать чертеж по модели но на самом деле я вам этого не советую лучше сначала создайте чертеж отдельным документом полностью его настроить как можно а потом уже можно будет спроекцировать туда трехмерная модель ну вот здесь у меня по умолчанию открылся чертеж строительной конфигурации давайте немножко изменим чтобы была машиностроительная конфигурация загрузить параметры default конфигурация так чертеж вот теперь чертеж машиностроительный они строительные по умолчанию он здесь есть вид один к одному лист A4 вертикальный можно настроить листы возьмем лист например A1 горизонтальный автоматический лист изменится выбираем A1 горизонтальный щелкаем и попробуем сюда ну да чертеж спроекцировать объект как можно спроекцировать модель здесь в чертеже тоже есть соответствующие команды стандартные виды модели это три вида вот берем волну опоров вот выбираем масштаб например два к одному вот сразу получаете три вида либо можно делать виды по одному без модели выбирать какой нужно вот можно делать разрезы разрезы делаются очень просто выбираете нужный вид ну вот можно перенесу этот вид можно переносить виды так чтобы не сохранялась проекционная связь вот этот вид активный сейчас он синеньким посвечен и давайте просто обозначим разрез линия разреза вот так раз сюда куда и тащим разрез получили разрез а можно создавать местный разрез два раза щелкнуть по границе вида и здесь можно сделать какую-то фонту ограничивающий местный разрез ну например реликс чаще всего подходит вот это будет контур ограничивающий местный разрез вот и берем местный разрез убираем контур и указываем на соседнем виде плотность разреза вот такая вот получается вид можно делать произвольные виды аксонометрические вот например я хочу чтобы для иллюстративных целей вид был вот такой вот так красиво стоило можно сохранить эту ориентацию вот выбираем вот эту кнопочку ориентацию настройка добавить он назовется вид 1 не забываем сохраниться чтоб туда перешло берем чертеж проекционный вид о нет вид модели точнее так перестроить да поскольку модель мы пересохранили вид модели волна на упорах так и здесь выбираем основу и ориентация модели витаю вот он будет пускай будет два к одному такой вот произвольный значит итак в этом коротком видео мы с вами рассмотрели основные принципы создания трёхмерных моделей компас 3D причём самые самые основные рассмотрели самые простые способы создания деталей самые простые способы создания сборов и проекционных видов. Эти знания уже можно вполне использовать в практических целях. В практических целях норм, конечно же, это только начало. Способов разных построения электрических образов очень много. И, конечно, их в дальнейшем надо будет освоить. Спасибо за внимание. До свидания, товарищи.